МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Часы ожидания ради одной справки. Все на улице стоят. Так ли нужна выписка, чтобы переоформить договор на газ? На 2% в среднем. 560, сейчас 580. Что стало причиной очередного роста цен? Ни навестить, ни попрощаться. На танки проезжать, хоронить своих вожих. Сельчанам заблокировали въезд на местное кладбище. Небольшой, но важный подарок. Хладник нужен для хранения у нас именно инсулина. У воспитанников детского сада появилось место для хранения лекарств. На телеканале НТР24 программа новости Нижнекамска. Студия Ломас Кашаев. Здравствуйте. Никакого ожидания. Нижнекамцам больше не придется стоять в очереди за выпиской из домовой книги. Напомним, документ был необходим для перезаключения договора на техобслуживание газового оборудования. Ради его получения горожанам приходилось часами ждать приема специалиста. Как сейчас обстоят дела в офисах ТАТ «Энергосбыта», расскажет Анжелика Степанова. Все на улице стоят. Фотографии очередей в Нижнекамске филиалы ТАТ «Энергосбыта» облетели социальные сети. Люди стоят за выпиской из домовой книги. И если на получение уходит несколько минут, то на ожидание приема специалиста порядка пары часов. Но уже сегодня ситуация заметно изменилась. Очереди хоть и есть, но гораздо меньше. Нижнекамцы относятся к этому спокойно. Я по своему вопросу подходил. Вот недавно. Тут моментально за 10 минут я ушел. Но сейчас народу чуть-чуть больше. А что это не терпимо все? Нормально? Я читаю. У меня номер 362, а сейчас проходит номер 355. Это совсем мало бы что говорить. Латис приходила, очень большая очередь была. Сейчас не очень большая. Ажиотаж возник из-за перезаключения договора на техобслуживание газового оборудования. Выписка из домовой книги – один из необходимых документов для процедуры. Но после информации об огромных очередях процесс упростили. Жителям Нижнекамска больше не нужно предоставлять выписку из домовой книги. Между ЕРЦ достигнута договоренность о формировании и передаче общего реестра, включающего в себя информацию о проживающих прописанных квартирах всех многоквартирных домов города. Потому теперь для перезаключения договора необходима только копия паспорта, страница с фотографией и пропиской, копия документа, подтверждающего право собственности, и при наличии копия паспорта газового счетчика. Их нужно отправить на корпоративную почту Нижнекамскгаза. Анжелика Степанова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. В нашей группе во Вконтакте мы спросили нижнекамцев, перезаключили ли они договор с Горгазом. И вот результаты. Самое большое число опрошенных, а это 31%, ответили, что еще не перезаключили. И посетят Горгаз, когда очередей станет меньше. 29% опрошенных еще не ходили в Горгаз, поскольку нет времени, люди работают, им некогда стоять в очередях. 12% еще собирают все документы, чтобы отправиться на перезаключение. Еще 12% без разницы, есть у них новый договор или нет. Те, кто в первых рядах перезаключил договор с Горгазом, 16% из всех опрошенных. Несколько часов без света. Жителям некоторых домов на улице Симбике и Чешмале временно пришлось сидеть без электричества. Всему виной авария в трансформаторной будке. По словам очевидцев, они слышали хлопок внутри нее. Затем оттуда вышли электрики. На устранение неисправности потребовалось чуть более трех часов. Фрукты, овощи, яйца, мясо в Нижнекамске. Вновь замечено повышение цен на продукты. Самый большой рост у яблок. Сейчас их средняя стоимость в районе 125 рублей за килограмм. Подорожание ожидаемо вызывает массу вопросов у населения. Александр Халин продолжит тему. Плюс 20 рублей за килограмм колбасы. На ту же сумму поднялась цена и на ветчину, говорит Дания Анипова. Она владелица небольшого магазина. По ее словам, изменить ценники пришлось не от большого желания. Повышение идет от поставщиков. Мы же не можем без повышения работать, раз нам такую цену товар дает. А покупатели как реагируют вообще? Ну, дорого, дорого, говорят уж. Пенсия маленькая же, зарплата маленькая. Вот, каждый второй, говорит, пенсии не повышает, зарплата не повышает, а цены дорогие, говорят. Подорожала не только мясная продукция. Самый большой рост замечен на яйца, некоторые виды овощей и фруктов. Незначительно, меньше половины процента, выросли цены на свинину, мороженую рыбу, масло, сливочное, молоко и хлеб. Такой тенденции нижнекамцы, конечно, недовольны. Повышение ощутимо ударило по карману многих. Кстати, судя по опросу, больше всего за ценами в нашем городе следят женщины. Яблоки, фрукты, все подорожало. Пойдешь в магазин, тысячи рублей, ничего не купишь, тысячи рублей нет. Ой, я в магазин не хожу. Я не занимаюсь, у меня жена для этого есть. То есть вы за продуктами вообще не хотите? Нет, с вами не будем. Дусало копченое или что-нибудь вообще в два раза. Рыба, ну, тоже если копченое, все в два раза подорожало. Так что очень сильно цены изменились. Среди ключевых причин роста многие эксперты называют изменение схемы поставок. Логистика стала сложнее и дороже. Причем это касается и транспортировки по стране. Также произошло повышение цен на запчасти для техники, оборудования, удобрения, ветеринарные препараты. Единственное, что может немного утешить удорожание продовольствия – общемировая проблема. Кстати, оно, скорее всего, не последнее. Эксперты прогнозируют еще один рост цен к Новому году. Александр Халин, Александр Лихачев, Новости НТР. Негде хранить родственников. Жителям Нижнего Афанасова больше недоступно сельское кладбище. Из-за строительства скоростной трассы выезд закрыли. Людям предложили подъезжать со стороны городского кладбища. Но и это оказалось невозможным. Почему? Ответ есть в нашем сюжете. Вот по чайке мы поднимались и вдоль леса проезжали к кладбищу. Теперь для жителей Нижнего Афанасова эта дорога закрыта. Из-за строительства трассы проехать к сельскому кладбищу невозможно. Дорога размытая и вся в следах от большегрузов. Людям предложили подъезжать к территории со стороны городского кладбища. Но и там ситуация не лучшая. На танки проезжать, хоронить своих родственников, это невозможно просто. Обращались и в администрацию, и к Мулину обращались, и к Филиппу, сельского поселения Афанасова. Сейчас они все в отпуске. Говорят, проезжайте через новые кладбища. Вот мы подъехали к новому кладбищу. Вот эта дорога ведет к нашему кладбищу Нижнего Афанасова. Посмотрите, пожалуйста, можно проехать здесь, нет? Я на своем ларусе не рискну туда ехать. Еще месяц назад люди спокойно проезжали на кладбище. Но после дождей тут можно утонуть в грязи. Тем более по этой дороге ездит нефтеналивной автотранспорт. Остаются глубокие следы от шин. Сельчане просили решить проблему – выровнять землю или насыпать щебенку. В исполкоме же ответили, что здесь положат асфальт. Но сроки не уточнили. Все родственники похоронены на том кладбище. И отец мой, и их бабушки, дедушки. Хороним только на то кладбище, не на это. Потому что закреплено уже за этой деревней. Мы смотрим, и памятник там лишний выкидывали. Пешком я могу туда пройти, посмотреть? А как рабочих вести могилу копать или что? Это нереально просто. За ответом мы обратились в администрацию. Там пообещали, что дорогу выровняют с приходом первых заморозков. Если сделать это сейчас, участок быстро вернется к текущему состоянию. Анжелика Степанова, Рафель Ракипов, Новости НТР. Я напоминаю, что медиахолдинг НТР24 есть во всех социальных сетях. Выпуск новостей в прямом эфире можно смотреть в нашем телеграм-канале НТР24.ru. Он, как и на телегранах, начинается в 19.00. Там же ведется круглосуточное обещание телеканала Татарстан-24. Хотели помочь, а лишились денег. В дежурную часть обратились две женщины, 57 и 42 лет. Со слов потерпевших, им поступило смс-сообщение, якобы от коллеги по работе. Та просила одолжить у одной 20, у другой 10 тысяч рублей. Женщины согласились. Лже-коллега направила им в сообщение фото карты банка. Потерпевшие перевели денежные средства на указанный счет через мобильное приложение. Через некоторое время они узнали от той самой коллеги, что ее аккаунт взломан. И она такого сообщения не отправляла. Полиция предупреждает, что если вы получили сообщение от ваших знакомых с просьбой одолжить денег, убедитесь, что это написал именно этот человек. Не спешите выполнять просьбу. Под особым контролем автобусы, маршрутки и такси. В Нижнекамске стартовал рейд ГИБДД, в ходе которого будет вестись проверка пассажирского транспорта. Цель усиления контроля за перевозчиками и соблюдение ими правил перевозки людей, а также выявление тех, кто занимается этим нелегально. Кроме того, инспекторы обращают внимание на режим труда и отдыха водителей. На состояние их транспортных средств рейд стартовал 16 ноября. Уже есть некоторые итоги. К этому моменту проверено 70 водителей. В 45 случаях были заведены административные материалы за нарушение ПДД. Выявлено 5 транспортных средств с наличием неисправностей, 3 из которых увезли на специализированную стоянку. Мероприятие будет проводиться до 22 ноября. Подарок, который пойдет на пользу. В день борьбы с диабетом детскому саду номер 8 вручили холодильник, в котором будут храниться инсулин и другие лекарства. В дошкольном учреждении открыта специализированная группа для детей с диабетом. Теперь их пребывание в учреждении будет более комфортным. Занесли и тут же установили. Небольшой холодильник для маленьких дошколят. Правда, храниться в нем будут не сладости, а лекарства, которые этим детям очень необходимы. Холодильник нужен для хранения у нас именно инсулина. В детском саду комбинированного вида номер 8 Нижнекамска с 2020 года работает специализированная разновозрастная группа для детей с сахарным диабетом. Здесь, кроме обычных дисциплин, детей учат самостоятельно измерять сахар в крови и принимать инсулин. Не каждый регион на самом деле может этим похвастаться, а у нас в Татарстане целых 6 групп. 4 в Казани, одна группа в Нижнекамске и одна в Набережных Челнах. Поэтому мы хотим уделить внимание каждому садику, чтобы эти группы максимально долгое время существовали, потому что они очень нужны родителям, у которых есть дети с диабетом. Раньше просто они были вынуждены находиться дома и не работать, так как дети с этим заболеванием требуют особого внимания, особого ухода, контроля. И не каждый садик готов был взять их к себе. Раньше мы инсулин хранили в комнатной температуре, сейчас у нас появился холодильник, и мы эти инсулины у детей будем хранить уже в холодильнике. Холодильник стал подарком от местного предпринимателя детям и приурочен ко дню борьбы с сахарным диабетом. Должен делать добрые дела, тем более в республике Нижнекамск идет неделя добрых дел. И услышали о необходимости в садике, что не хватает холодильника для хранения лекарств для детей с диабетом. И решили откликнуться, приобрел холодильник. Специализированную группу сейчас посещают 7 детей. Всего же в городе зарегистрировано 19 малышей до 7 лет с этим же диагнозом. Большая часть родителей ухаживает за ними самостоятельно. Не исключено, что это следствие как раз отсутствия до недавнего времени в детском учреждении элементарных средств хранения лекарств. Как еще можно улучшить время пребывания детей в садиках, развить их творчески, усилить нравственно-патриотическое воспитание. Все это обсуждалось сегодня на семинаре для специалистов дошкольного образования. Провели его с целью обмена опытом между работниками этой сферы. Светлана Шумкова продолжит. Перед большой публикой малышка из 87-го детского сада показывает, как сама собрала радиоприемник с помощью специального конструктора. Гости в восторге. Приемник заработал. Это одна из точек, которую посетила делегация специалистов дошкольного образования со всей республики. Здесь гостям показали многое. Вот ребята изучают насекомых под микроскопом, занимаются гимнастикой, посещают лечебный массаж. А этажом выше развернулась выставка коррекционных детских учреждений. Педагоги рассказывали о методах лечения, обучения и реабилитации детей с нарушениями здоровья. Раннее выявление детей с нарушениями в развитии или группы риска. Если есть необходимость, мы рекомендуем им коррекционно развивающие занятия на базе ПМС-центра, то есть нашего центра. А если у нас есть дети группы риска, мы даем рекомендацию для детского сада, для психолого-педагогического сопровождения в данном учреждении. Воспитанники школы номер 18 для детей с ограниченными возможностями здоровья исполнили для гостей музыкальные композиции. Семинар для воспитателей «Межведомственная интеграция учреждений социальной сферы воспитания маленького человека большой страны» был организован с целью обмена опытом. В течение дня гости посетили ряд детских садов. Завершилась встреча в Камском Артеке, где подвели итоги. Нам лишь хотелось завязать с вами более тесную дружбу по ключевым направлениям нашей деятельности. Постараться наладить сетевое взаимодействие не только методических служб, но и отдельных учреждений. Тем более сегодня в качестве гостей у нас есть и руководители детских садов, и старшие воспитатели, и даже воспитатели-специалисты. Это очень приятно. Основные направления работы, которые сегодня посмотрели, а затем и обсудили, это сохранение здоровья детей, художественно-эстетическое развитие, нравственно-патриотическое воспитание и познавательное развитие. Наш город посетили порядка 200 специалистов со всей республики. Светлана Шумкова, Максим Липин, Новости НТР. В продолжении темы здоровья. В детских поликлиниках города появилась вакцина от менингококовой инфекции Минактора. Поставить ее можно бесплатно для записи. Достаточно обратиться к участковому педиатру. Врачи рекомендуют прививку в первую очередь для мальчиков от 14 до 17 лет. Подростки наиболее восприимчивы к этой инфекции. А последствия очень серьезные. Это тяжелые осложнения и даже летальный исход. Если у вас есть важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 40 07 70. Напишите нам через сайт ntrdefis24.ru или по WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. И смотрите далее. Нижний Камс нефтехим получил награду за экологичный демонтаж устаревшего оборудования. Предприятие отметили в Москве в рамках 4-го международного демонтажного форума России, где состоялась церемония награждения Russian Demolition Awards 2023. В финале за звание лучших боролись 34 проекта демонтажной индустрии страны. Одну из главных наград забрал Нижний Камс нефтехим предприятие Сибура. Победила в номинации ESG. Вывод из эксплуатации и ликвидации. Это награда признания вдумчивого подхода компании к демонтажу устаревшего оборудования и стремления максимально экологично провести этот процесс. Избрали нового председателя Лиги студентов нашего города. Выборы прошли сегодня в рамках второго съезда студенчества. На ответственный пост претендовало два кандидата. Оба выступили с предвыборными кампаниями и даже приняли участие в дебатах. Кто стал победителем и возглавил нижниковских студентов в материале Александра Халлина. Кто против? Почти все за. Представители Нижникамских колледжей и институтов голосуют за то, чтобы начать второй съезд студенчества. Все эти ребята, это почти 200 человек, сегодня собрались с одной целью выбора председателя Лиги студентов нашего города. Но перед началом об общественной организации собравшемся рассказал ее президент Шамиль Якупов. Наша главная миссия это как раз-таки защита прав и интересов студенчества. Многие студенты об этой организации слышали не раз. Она даже начинала свою работу в Нижникамске, но быстро завершила свое существование. У нынешних руководителей есть полная уверенность, что такого больше не произойдет. И Лига студентов будет успешно работать и в нашем городе. Почему распалась тогда? Потому что не хватило коммуникации, не хватило постоянного взаимодействия. Сейчас у нас пятый съезд уже проходит по всей республике. Второй съезд студенчества в Нижникамске. Я думаю, что мы будем проводить здесь первую лигу, это республиканскую кадровообразовательную программу на территории молодежного центра. Я думаю, что мы зародим здесь хорошую команду, возобновим вот эту, раскачаем работу. И мы надеемся, что при поддержке города и главы, и при поддержке республики у нас работа здесь закипит. Сегодня на ответственный пост председателя Лиги студентов города Нижникамска претендовало два кандидата Никита Беспалов и Никит Шарыгин. Оба подготовили достаточно насыщенные предвыборные выступления. Каждый пытался донести, что он может принести нового и интересному в жизнь студентов. Особый интерес вызвали дебаты кандидатов. У вас достаточно разные предвыборные программы. Какие, на ваш взгляд, моменты или же подпункты сильнее, чем у вашего оппонента? Одна из сильных моих сторон – это развитие медиа-индустрии. Так как я в этом уже более четырех лет, у меня большой опыт, который я сразу применил. Нужно проводить более масштабную ориентационную работу. Карьерные ярмарки. То есть они направлены вообще на всех студентов. Это не должны быть обязательно какие-то сверхактивисты. Это не должны быть участники Лиги Студентов. Это нужно, чтобы все студенты смогли понимать, какое они имеют будущее. Чуть лучше своей идеей удалось донести Никите Беспалову. Победа в голосовании получилась убедительной. Кто за то, чтобы избрать Беспалова Никита, председателем местной молодежной общественной организации Лиги Студентов города Нижнекамска. Кстати, интересное совпадение. Первым председателем Нижнекамской Лиги Студентов также был представитель НХТИ. Получится ли у Никиты Беспалова быть более успешным, покажет только время. Александр Халин, Александр Лихачев, новости НТР. Стильно и практично, а главное тепло. Выставка продажи белорусских пуховиков пополнилась новыми моделями верхней одежды. Пуховики и дубленки, в которых не страшен никакой мороз. Утеплиться по-настоящему можно уже сейчас. Прекрасная куртка. Рафик Хайбуллин решил к зиме купить новую куртку. Заприметил эту дубленку с интересным дизайном. Модель мужчине очень понравилась, говорит в ней зимой точно не замерзнешь. Вообще пенсионер предпочитает именно белорусскую одежду. За пуховиком зашел сразу после покупки обуви. Прекрасная куртка для любого возраста подойдет. Так что и для меня, для пенсионера тоже приемлемая. Цена приемлемая, теплая, хорошая. Зимой будет жарко даже, наверное, я думаю. Мы все-таки, когда поднимем, все застегнем. Мужская модель «Пилот-водитель» – это жемчужина новой коллекции выставки «Белорусская одежда». Куртка утеплена мягким и приятным биомехом. Он греет даже в 30 градусные морозы. Не пропускает влаги. Ее не продувают. Для женской половины покупателей есть аналогичный теплый и стильный вариант. Название данной модели – «Югославская дубленка». Зарекомендовала себя еще во времена СССР своим качеством, теплотой и комфортом приноски. Рисунок данной модели обработан лазерем, за счет чего она не промыкает и не оставляет мокрых пятен. Крой у нее батальный, подойдет на любую фигуру. Выделка из норки подчеркнет дороговизну и придаст элегантность. Меховой капюшон заменит шапку даже в зимние холода. Еще десятки различных моделей верхней одежды по доступным ценам. Все это вы найдете на выставке продажи белорусской одежды, которая находится по адресу Менделеева, 31А, на цокольном этаже торгового центра «Барс-1». Работает ежедневно с 8 до 20.00. Алмаз Кашаев, Максим Липин, Новости НТР. Сразу после новостей смотрите программу «Тема дня». Гость студии – военный комиссар Нижнекамска Газинур Сидиков. Речь пойдет о службе по контракту. Как и где его можно заключить, сколько занимает процесс оформления, какие выплаты положены, как проходит подготовка к службе. Это все новости на сегодня. Далее смотрите информацию о погоде. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»